Долгожданную денежную компенсацию в скором времени получат индивидуальные предприниматели Новомихайловского, бизнес которых пострадал в результате наводнения августа прошлого года. Деньги выделила Краевая казна. На минувшей неделе в Новомихайловском состоялась встреча предпринимателей с представителями краевой власти по вопросам получения компенсации. На ней побывала и наш корреспондент Дарья Туранова. Прошел год после августовского наводнения. Тогда было подтоплено более 600 дворов, пострадало полторы тысячи человек. Для многих стихия стала не только причиной жилищного вопроса, но и поставила под угрозу частный бизнес. Еще в прошлом году власти Кубани пообещали всем пострадавшим возместить ущерб. Спустя месяцы ожиданий деньги выделены. Способы и условия получения субсидий представители краевой власти разъясняют на совещании индивидуальным предпринимателям. Заявки на получение компенсации будут приниматься до 31 октября в Управлении по развитию малого и среднего предпринимательства. Документы вы можете подавать хоть с завтрашнего дня. Каждую пятницу прием будет организован. То есть он уже фактически открыт, но пока это город Краснодар, Северная, 327. Это Северная и Ливаневская, это адрес нашего министерства. Возмещаются денежные средства, потраченные на восстановление бизнеса с момента наводнения, а не ущерб. Эта программа ориентирована и цель ее именно поддержать действующих предпринимателей, дать возможность ихнему бизнесу работать, успешно работать, инвестировать в эту субсидию в дальнейшее развитие своего малого бизнеса. Для того, чтобы получить выплату, необходимо представить перечень документов. После наводнения многим людям пришлось влезать в долги и брать кредиты, чтобы спасти свой бизнес. В тот момент они не задумывались о документационной составляющей вопроса. «Индивидуальным предпринимателем я являюсь с 2001 года. Платим мы налогоплательщики, все у нас без долгов, все в срок делаем. Ну и когда наводнение произошло, все документы были собраны и ничего не было сказано о тех чеках или о каких-то квитанциях, которые нужно собирать, чтобы потом нам возместили эти расходы. А сейчас уже спустя год об этом говорят. Когда мы весной делали ремонт всей семьей и своими силами, то были потрачены деньги, силы, конечно, но в чеках они не отразились, потому что мы это делали сами». Администрация уже не полагается. «Мы должны знать, что предпринимательство вообще в виде деятельности, любой доход – это совершение деятельности на свой страх и риск. Так горит нам не просто народное мнение, это горит нам закон, гражданский кодекс, который так прописывает. Более того, 750-е постановление правительства, которое указывает нам на субсидирование за ДЧС, оно не предусматривает субсидии малому бизнесу, среднему бизнесу и тому подобное. Поэтому это право администрации края, и оно реализовано». Для разъяснения волнующих вопросов можно позвонить по горячей линии управления по развитию малого и среднего предпринимательства или посетить их официальный сайт mbkuban.ru. Номер телефона горячей линии 8 861 219 54 38. Содействие в подготовке документов оказывает торгово-промышленная палата в ТОПСЭ. Она располагается по адресу улица Комсомольская, дом 3, телефон 2 45 54. Подача заявок уже началась и продлится до конца октября. Дарья Туранова, Денис Гирёв, Владимир Плехов, телеканал Орлёнок ТВ.